Взяли реванш. Футболисты клуба «Факел» встретились с соперником, которому уступили в сентябре, командой «Газпром Югра Дубль». Наши спортсмены смогли не только переломить игру в свою пользу сразу в первом тайме, но и завершили встречу с большим отрывом. Однако запомнился этот матч болельщикам не только разгромом соперника. Какое трогательное событие произошло на площадке спорткомплекса «Энергетик», знает Татьяна Расторгуева. Футболисты клуба «Факел» в рамках восьмого тура высшей лиги встретили на своей площадке команду «Газпром Югра Дубль» из Югорска. Для наших спортсменов это стало возможностью взять реванш. В сентябре в первом туре сургутяне уже играли с этим коллективом. Тогда матч завершился в ничью, но «Газпром Югра Дубль» одержали верх в серии пенальти. Поэтому обе команды были настроены серьезно. Первыми счет открыли хозяева поля. Отличился Евгений Казаков. Однако гости быстро сравняли счет. После этого на табло надолго закрепился счет 1-1. Буквально в последние две минуты первого отрезка встречи наши футболисты смогли забить целых три гола. Первый тайм завершился со счетом 4-1. Как отметили футболисты «Факела», дебютный отрезок игры был напряженным. В начале счет был 1-1. Долго держался счет. Забили второй, третий, четвертый. И уже стало полегче. И начали играть для болельщиков. Команда боевитая, молодые. Потому что хотят суперлюгу. Доказывают. Во второй тайм команда «Факела» зашла с большим преимуществом в счете. И сохраняла его на протяжении всей игры. Мяч в ворота соперников забросил. Данил Тахтаров. Своим голом спортсмен округлил финальный счет игры. 10-1. Такой исход матча тренер гостей объяснил тем, что игроки «Газпром-юбродубль» в основном молодые спортсмены. И им пока не хватает опыта. Мастерство, наверное, сказалось в итоге. Я думаю, что игру проиграли в конце первого тайма, когда получили за 2 минуты три гола. В принципе, счет был 1-1. А во втором тайме уже где-то у молодежи не хватило. Наверное, мастерства. Эмоции захлестнули. И получили десяток в итоге. Особенно отличились в этой игре Денис Мустафин, Евгений Казаков, Александр Шитиков, каждый из которых оформил дубль. Забитых мячей в ворота соперника, впрочем, могло быть и больше, отметил тренер «Факела» Александр Антипов. «Второй тайм поговорили, сказал, что возможно будет играть 5 на 4, чтобы готовились, проговорили все моменты. Ну, я думаю, если бы забили все, было бы гораздо больше. Но в первой игре, вернее, чемпионата мы с ними играли, создали, ну, может быть, чуть меньше моментов, только не реализовали. Сегодня при поддержке наших болельщиков мы реализовали большую часть моментов, поэтому победили». Болельщикам эта игра запомнилась не только разгромным счетом, но и трогательным событием, что произошло после матча. Возлюбленная нападающего Данила Сальникова сделала ему сюрприз. Пара ждет ребенка и пол будущего малыша футболист узнал прямо на площадке, подаваться и трибун. «Даня вообще ничего не знал, и я его убедила, что у нас будет мальчик. Поэтому для него розовый цвет – это совершенно неожиданность, вообще большущая». «Я вообще в шоке. Я смотрю, гол забиваю, и на трибуне нет. И просто диктор говорит, типа, сейчас будет что-то интересное. Я такой думаю, что такое? И когда уже потом только понял, что моя любимая сделала сюрприз мне, я вообще счастлив. Просто слезы пошли даже». Следующую домашнюю игру «Факел» проведет уже в конце этой недели. 25 ноября в спорткомплексе «Энергетик» состоится матч с командой из Архангельской области. Татьяна Расторгуева, Мария Ливанян, Сергей Коликов, Сургут-24. Субтитры создавал DimaTorzok Ирмена Расторгуева, Мария Ливанян, Сергей Коликов, Сургут-24.